Что, ребят, я, если честно, в шоке. По-другому и не скажешь. Мадридский Реал был буквально уничтожен в Каталонии, но уничтожен, что характерно, не Барселоной, а скромненьким футбольным клубом Жерона. И здесь, ну, конечно же, можно объяснить это тем, что нет мотивации. Потому что за золотые медали не побоишься. Там другая каталонская команда плотненько так обосновалась на первом месте. И, кстати, у Барселоны в последнее время тоже есть какие-то проблемы с мотивацией. Ну, потому что понятно, что золотые медали практически в кармане, и поэтому Барса тоже периодически дает маху и допускает осечки. И вообще есть ощущение, что чемпионская гонка уже настолько завяла, что и Реалы Барса как-то вот в полноги в некоторых матчах играют. И понятное дело, что это вот объективный факт. Нет мотивации. При этом Реал так или иначе бережет каких-то игроков под Лигу Чемпионов, делает экспериментальные перестановки. Лунин на воротах появляется. И несчастный украинец как не появится, так сразу охапку мячей получает. Еще какие-то варианты новые используются. Варианты без центра форварда и так далее и тому подобное. В общем, здесь Реал экспериментировал, что-то менял, что-то пробовал. И при этом не имел мотивации. Все это можно использовать как причины, но не оправдание. Потому что все равно приезжать в Каталонию и вылетать здесь, и проигрывать в какой-то момент 4-1, то есть с крупным счетом, но это натуральное позорище. Давайте обсудим эту встречу. И обсудим, конечно, Кастельяноса, вот этого паренька аргентинского, который тут отгрузил 4 мяча и стал первым автором покера в 21 веке, в третьем тысячелетии, в матчах с мадридским Реалом. Вот никто в этом тысячелетии не забивал 4 мяча Реалу, кроме Кастельяноса. Такие пираги. Давайте обсудим эту встречу. Но сперва многие спрашивают меня, чем занимаются ритуб-блогеры в свободное время. А я вам скажу, телеграм-каналы ведут. Вот, например, телеграм-канал Утка Геймс, на который вы можете пройти по ссылочке в описании. Там мои коллеги, ютуб-блогеры делятся своими мыслями о грядущих матчах, и Испанской лиги, и других чемпионатов делают прогнозы. Так что милости просим на ютуб-канал, простите, телеграм-канал, конечно же, Утка Геймс, который ведут ютуб-блогеры. Ну а мы переходим к стартовым составам. Давайте пробежимся по Реалу. Лунин на воротах, и, да, вновь появился у него шанс, появилась робкая такая, знаете, надежда на то, что он покажет себя и, может быть, ну, не знаю, как-то потеснит Куртуана позиции номер один, хотя это более чем наивно. Ну вот, появился шанс, и тут же пропустил кучу мячей. Кстати, интересно было, да, смотреть на противостояние Цыганкова и Лунина. Жовно-блокитные сегодня кайфовали от этой встречи, но вряд ли были в восторге от того, что происходило с украинским галкипером. Милитау Рюдигер в центре защиты, Каравахаль Начо на флангах, в принципе, такая вполне себе боеспособная оборона, которая может и в Лиге чемпионов выйти. Модрич, Кросс, Вальверте в центре поля, то есть, вот и неплохо. Венисиос, Родриго впереди, плюс Асенсио. Ну вот, единственное, кого не было, действительно, это Бензима, матч пропускал, то есть здесь, в принципе, да, эксперименты есть, но так-то сочетания вполне себе боеспособные. Да, Камаринга на скамейке, да, нету Куртуана Бензима, да, нету здесь и Алабе, но нельзя сказать, что это запасной какой-то откровенный состав. То есть здесь, да, есть эксперимент, но состав далеко не колхозный, и, конечно, он не имеет права вот так вот слетать вот этой самой Жироне. Кстати, Жирона, да, команда, которая фактически является таким вот фарм-клубом Манчестер-Сити. Во всяком случае, в какое-то время даже игроки постоянно перебирались из команды в команду, и сейчас, в преддверии противостояния Сити в Лиге чемпионов, вот так вот фарм-клуб прошелся по Реалу в качестве разведки. Ну и тут, что можно сказать? Жирона вообще симпатичная команда, следует признать. Симпатичная, и атакующих игроков здесь классных достаточно много. Это и Цыганков, и, разумеется, теперь уже о нем все будут говорить, Кастельянос, и Гутьерес, и тот же самый Рикельме, арендованный у Атлетик, который, возможно, в следующем сезоне уже в Мадридском клубе будет постоянно там как-то наигрываться, хотя бы со скамейки запасных. То есть, ребят в атаке здесь перспективных много. При этом есть и в оборонительной, скажем так, позиции харизматичные люди, тот же самый Риоль Ромео, помните такого, и по Челси, и по Валенсии. То есть здесь, в принципе, есть определенный такой сплав молодости и опыта, сплав легионеров и испанцев. Неплохая, симпатичная команда. Митчелл, кстати, в качестве тренера, легенда Реала, один из пятерки Бутрогеньо легендарный. И в каком-то смысле, ну, можно сказать, что это опасный соперник. И вообще это крепкий середняк, такой качественный испанский, боевитый крепкий середняк, который, к тому же, мотивирован куда лучше Реалу, потому что это каталонцы. Но это все равно команда совершенно другого масштаба и уровня. И то, что произошло здесь, ну, это просто провал. По-другому и не скажешь. Ключевым нюансом, конечно, стала оборона. Мадридский Реал просто здесь провалил все, что только можно. И понимаете, ведь это же один из таких рабочих вариантов обороны Мадрида. То есть тот же самый Рюдигер в центре защиты с Мелитао. Кроваха а-ля основной правой крайней. Начо, который вообще полезен как игрок, способный выйти где угодно, и слева он чувствует себя прекрасно. Но вот здесь все они как будто впервые увидели друг друга. Хотя играют вместе достаточно давно. Но кроме Рюдигера. Но и то уже давно стал своим. И при этом есть огромное количество вот системных ошибок, когда защитники как будто первый раз видят друг друга. Но есть и ошибки просто вот, знаете, анекдотичные на индивидуальном классе, когда от Мелитао уходят на ровном месте. И так далее. При этом на все это ложится полная расхлябанность. Когда, я не знаю, там в дебюте второго тайма Реал опять же на ровном месте пропускает гол. И так далее. Просто откровенно они вышли как будто из раздевалки. И вот так и играть нельзя. Даже в ничего не решающем матче. Даже в такой встрече Реал должен оставаться Реалом. И поэтому, знаете, как бы парадоксально это не звучало, но здесь Жерона наказала Реал за то же самое, за что мог наказать Челси. Просто Челси сейчас настолько дерьмовый, что даже Жерону выглядит посильнее. Не самая, скажем так, богатая и звездная команда Испании. Которая выходит и наказывает Мадрид, в общем-то, за те же самые косяки и ошибки, которые были и в Лиге Чемпионов с Челси. Когда Реал допускал обрезки, допускал ошибки на своей половине поля, проигрывал единоборство. Когда защитники позиционно ошибались. Мадрид не то чтобы колосс на грененных ногах, но это уязвимая команда, которую очень легко расшатать. Это команда с сумасшедшей харизмой и с гениальной атакой, и с великой полузащитой. Но при этом, как мне кажется, она вот с какой-то хрустальной челюстью. Уязвима в обороне. Может поплыть в какой-то момент. И поэтому у Реала было достаточно много таких матчей за последнее время, когда они отгребали, простите за выражение, как с Барселоны относительно. Недавно тоже 4-0 было. То есть Мадрид становится вот таким вот боксером, как будто, который идет в размен. Либо я нокаутирую, либо соперник меня. И в итоге, ну, получается очень такое своеобразное ощущение от игры мадридцев. С Челси они доминировали, давили, уничтожали противника, но при этом тоже многое позволяли. Челси просто этим не воспользовался. А вот Джерона воспользовалась идеально. У них меньше ударов, чем у Реала. Меньше владения мечом, понятное дело. Реал 75 на 25. Считайте, в три раза больше со снарядом возился. Но при этом попадание в сторону у Жерона 5 против двух у Мадрида. Или трех, по-моему. И с этих пяти ударов у Жерона залетело почти все. Ну, вот вам как раз и результат. То есть там, где Челси и другие команды зачастую упускали свои шансы. Здесь скромненькая Жерона и вот этот паренек Кастельянос наказывала Коралл. Кастельянос, кстати, вообще проводит очень неплохой сезон. Он в аренде, по-моему, из команды МЛС. У Жероны. И до этого он забивал достаточно много. Но вот чтобы покер отгрузить. У него и дубли-то ни одного не было. А здесь четыре мяча подряд. То есть тут, конечно, история, когда многое сложилось. Забили почти все, что могли. Плюс к этому человек, который и двух мячей не забивал. Тут отгрузил четыре. То есть в данной ситуации такой действительно есть момент, что вот удачно все сложилось в отдельно взятом матче. Но с другой стороны, это ведь говорит о том, что действительно есть уязвимости у Мадрида. Несмотря на великолепие, их игры впереди и куча других плюсов. У своих ворот они зачастую косячат. И там, где в матче с Челси, повторяю, Челси упустил свои моменты, а где-то Куртуа потащил. Вот здесь моменты упущены не были. А Лунин, ну Лунин это не Куртуа. При всем уважении к украинским поклонникам футбола и ко всем остальным, которые будут записывать ролики про величие Мудрика, Цыганкова, Лунина и всех остальных. Про то, что они там покоряют Европу. Лунин это голкипер, к сожалению, чуть выше среднего, как показывает практика. И это даже не вариант в стиле Ежа Дудека или там Диего Лопеса. Таких хороших запасных вратарей Реала, которые выходили вместо того же самого Кассилиса или кого-то еще и становились классными прям первыми голкиперами. Или Кейлор Навас, который с позиции второго голкипера стал первым и так далее. Эта история, к сожалению, про человека, который, ну как видимо, не тянет уровень команды, где он оказался. Хотя вот по этому матчу, мне кажется, Реал как раз опустился на уровень Лунина целиком просто. И команда играла, ну и в полноги, и откровенно расхлябанно, и тот же самый гол сразу после перерыва, но ведь это симптоматично. Когда ты пропускаешь после перерыва, это раздолбайство, если не сказать жестче. Да и вообще весь этот результат 4-2, а в какой-то момент 4-1, то есть попахивало разгромом, это одно большое раздолбайство. Так играть нельзя. Так Реал не должен выглядеть. Даже в матче, казалось бы, ничего не решающим.